Привет! С вами Алена Ковальчук и очередной выпуск видеоблога, в котором я хочу ответить на вопрос из нашего инстаграм. Алена, было бы интересно узнать, как переключаться от одного состояния к другому. На работе нужны ведь совершенно другие энергии, нежели дома. Как проявлять твердость и при этом оставаться женственной, не уходить в категоричность, но и настоять на своем, где нужно. Большое спасибо за этот вопрос. Очень часто мне задают этот вопрос, особенно женщины, которые занимают какие-то ответственные позиции или имеют свой бизнес. И я очень хорошо понимаю, да, у меня тоже была дилемма. В тот момент, когда я познакомилась с идеей состояния, на тот момент я управляла людьми совершенно мужскими методами. Мой стиль руководства, мой стиль достижения целей, он был во многом основан на принципах мужской энергии. И вот здесь я хочу сразу же сказать, что это далеко не единственный путь, как выяснилось, и далеко не самый эффективный, особенно для женщины. И сразу хочу сказать, что на работе, могу не согласиться с идеей, что на работе нужны совершенно другие энергии, нежели дома. Конечно, у нас дома есть некоторые оттенки и состояния, которые присущи больше домашней атмосфере. Но с другой стороны, в целом мы достигаем гораздо больших результатов и дома, и на работе, если мы пребываем в одних и тех же светлых, гармоничных и женских любящих состояниях. Через эти состояния на работе мы тоже можем достичь гораздо большего. Другое дело, что те способы контроля или достижения цели, которые мы использовали раньше, они несовместимы с этими состояниями, с этими способами достижения цели. То есть нам нужно находить другие инструменты. И вот про эти инструменты я говорю в курсе по женской эффективности, который у нас идет бонусом курса по управлению состояниями. И одна из идей, которую я хочу поделиться сейчас, что если вот в мужском варианте вы больше самостоятельно ставите цели людям и дальше достаточно жестко контролируете, что эти цели достигаются, в женском варианте, когда вы живете в таких состояниях более любящих, вы больше все делаете командой, вы все обсуждаете командой, вы вместе обсуждаете цели. Ваша роль заключается в первую очередь в том, чтобы вдохновить людей. Вдохновить. Если мы можем людей вдохновить, и здесь наши светлые состояния очень помогают. Если мы можем людей вдохновить, то дальше они уже сами начинают хотеть к этой цели прийти. И мы вместе обсуждаем, как мы можем это сделать. И мы вместе обсуждаем препятствия, которые у нас могут возникать. Но мы переходим от директивного стиля управления к командному и к более гармоничному с точки зрения женских энергий. На самом деле этот путь более гармоничен не только для женщин. То есть сейчас в бизнесе на каждом шагу вы встретите информацию о том, как важен эмоциональный интеллект, как важно чувствовать людей, понимать людей, создавать команды. Что гораздо большего успеха достигают те компании, которые основаны не на страхе, где все боятся, что не дай бог мы совершим какую-то ошибку, не дай бог мы сорвем сроки, меня будут ругать в этом случае. А компании, которые основаны на любви и которыми движет не страх, что я окажусь виноватым или что меня накажут за какую-то ошибку, а которыми движет любовь. Что мы хотим создать в этом мире, кем мы хотим быть, как мы хотим работать внутри компании. Мечта какая-то руководит этими людьми и этими компаниями. Поэтому, в общем-то, нет никакого противоречия. Те состояния, которые гармоничны для нас дома, они гармоничны для нас и на работе. Другое дело, если вы сейчас работаете в компании, которая построена больше на страхе, и в которой вот эти энергии, так или иначе, попадая туда ежедневно, вы тоже попадаете в эти энергии. Что делать в этом случае? Становиться источником других энергий в том месте, где вы находитесь. Все равно по-прежнему мы берем ответственность на себя, и мы учимся быть не жертвами той ситуации, в которой мы находимся, а учимся быть источниками, творцами. Где я, там свет, где я, там любовь. Тогда нам не надо переключаться, когда мы возвращаемся с работы домой. И чем больше мы в этом состоянии пребываем, чем больше мы таким способом достигаем цели, тем больше мы притягиваем в нашу жизнь обстоятельств, когда мы можем еще больше находиться в этих состояниях и в этих энергиях. Такой мой ответ на этот вопрос. Очень надеюсь, что он был полезный для вас. И если это так, то ставьте лайки под этим видео, делитесь с друзьями, нам это очень нужно. И подписывайтесь на мою рассылку, потому что там я всегда делюсь чем-то особенным и личным со своими подписчиками. И создавайте жизнь, в которой не нужно будет переключаться между состояниями, в которой состояния будут всегда такие, как вы хотели бы, и которые будут приносить радость вам и людям вокруг вас, потому что вы этого по-настоящему достойны. И до новых встреч. Пока-пока.